недоброе утро на рокоссовского спасатели вынесли женщину из огня и вызвала соответственно сразу пожарную и ребенка отдела мы выскочили на улицу каком состоянии пострадавшая что нас не убивает делает сильнее и я лежу в больнице бобруйские пенсионеры несмотря на рекомендации милиции отдали курьером крупную сумму мошенники все время оставались на связи торопили не давая потерпевшим связаться с дочерью сколько потрачено впустую бампер на асфальте решетка в хлам а забор чинить кому на октябрьской произошло дтп кто куда торопился это сирена громкие чп за неделю и страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте испытания пламенем в бобруйские сотрудники мчс после женщину сейчас она в реанимации с отравлением продуктами горения чп на рокоссовского подняла на уши весь дом если бы не соседка финал мог стать куда печальнее о пугающем пробуждении карина гуревич елена фиолковская в этот день так и не попала на работу все начиналось по привычному утреннему распорядку она уже была готова выходить из дома мама хозяйничала на кухне ребенок мирно спал в своей комнате но идиллию разрушил душераздирающий крик соседки женщина открыла входную дверь и в квартиру повалил черный дым я вызвала соответственно сразу пожарную и ребенка дело мы выскочили на улицу мы зашли около девяти часов где-то только попали домой все было в дыму все окна открыты все убираем мы даже не успели если честно мы даже испугаться сразу не успели сразу конечно паника началась потому что вот увидели дым услышали запах и соответственно сразу запаниковали последние силы хозяйка потратила на мольбу о помощи но покинуть свою квартиру сама уже не смогла сотрудники мчс обнаружили пенсионерку без сознания в коридоре вынесли на свежий воздух и передали медикам те доставили женщину в реанимацию с отравлением продуктами горения девушки в каком не повезете на пушиках понял пожар в квартире на ракосовского поднял на уши весь дом как минимум семь человек пришлось эвакуировать по рассказам соседей очевидных причин здесь быть не могло тихая семья пенсионеров которая жила вместе с сыном никому не доставляла проблем вопрос который повис в воздухе вместе с дымом как же так на белом снегу хорошо видны черные пятна некогда уютное кресло прогорела до каркаса в диване на котором собиралась вся семья видны пружины и поролон картина пугающая к запаху гари и приездом спасателей в этом подъезде привыкли но обычно зачинщик-квартират на втором этаже что же произошло на восьмом в этом еще предстоит разобраться специалистам сейчас на месте работает следственный комитет и мчс но одно известно уже сейчас пожарный извещатель мог бы предупредить беду спасатели напоминают что для раннего обнаружения пожара необходимо в жилых комнатах домов либо квартир устанавливать автономные пожарные извещатели они своим громким сигналом оповестят в случае задымления и спасут чью-то жизнь или имущество 97 пожаров с начала года и 11 погибших это цифры только по городу в масштабах страны уже произошло свыше 5800 чп пламя унесло жизни больше 600 человек чудо что в этот день бобруйск не пополнил печальную статистику одним чп на неделе не обошлось и на ванцете горел частный дом пожар произошел в субботу в начале четвертого утра пламя повредило перекрытия на веранде и в жилой комнате обуглены стены оплавлен потолок обгорела входная дверь закопчены и предметы интерьера ремонт уж точно влетит в копейку в причинах чп сейчас разбираются специалисты спасатели напоминают что в водописленный период тем более с усилением холодов морозов нужно быть крайне осторожными при эксплуатации печей теплогенерирующих аппаратов ближе к вечеру на фадеева горел автомобиль поврежден моторный отсек капот бампер левое крыло и два квадратных метра об решетке гаража здесь сотрудники мчс также работают над версиями всего же за сутки в беларуси произошло 10 чп на пожарах погибли 4 человека одного удалось спасти звонок в милицию помог задержать курьеров мошенников но 10 тысяч долларов утекли как сквозь пальцы песок сценарий да более похож на сотни уже заведенных дел но чужие ошибки учат не всех пожилой семейной паре из бобруйская позвонил неизвестный который поведал страшное их дочь стала виновницей дтп за спасение от уголовной ответственности срочно нужно передать 20 тысяч долларов для подтверждения информации им даже позвонила якобы медсестра из больницы которая подтвердила что их дочь госпитализирована а вторая участница дтп находится в реанимации мошенники все время оставались на связи торопили не давая потерпевшим связаться с дочерью однако женщине все-таки удалось позвонить в милицию где ей объяснили что по такой схеме работают мошенники но пенсионеры решили иначе все-таки отдали курьером 10 тысяч лишь после этого они созвонились дочерью и поняли что стали жертвами курьеров через несколько часов задержали ими оказались 24 летний молодой человек и 21 летняя девушка оба бобруйчане но вернуть все деньги потерпевшим все равно не удалось половина суммы уже была переведена организатором вирусный промокод мошенники теперь атакуют и аккаунты в вайбере в мессенджере потерпевшим приходит уведомление получи купон от 10 до 50 рублей в онлайн гипермаркете для этого нужно перейти по ссылке и ввести свой телефон далее поступает код пользователь вводит его после чего злоумышленники получают доступ к профилю и деактивирует его на устройстве жертвы затем кибер мошенники звонят белорусам с украденных номеров и под различными предлогами уговаривают оформить на свое имя кредит чтобы не стать жертвой кибер мошенников ни в коем случае не передавайте свои паспортные данные банковские реквизиты третьим лицам не предоставляйте одноразовые sms коды не переходите по сторонним ссылкам с неизвестных номеров только в бобруйске за 11 месяцев зарегистрировано 140 кибер преступлений с начала декабря уже больше десяти общая сумма ущерба исчисляется тысячами опасный перекресток на пересечении володарского и октябрьской произошло дтп в ролях шкода и лада 1 двигался по главной в то время как 2 по второстепенной дороге в один миг их пути пересеклись в результате столкновения у представителя чешского автопрома полностью смят перед помят капот бампер прилег на асфальт сломана решетка радиатора авто с русским характером влетела в бетонное ограждение стекло разлетелось по проезжей части двери с одной из сторон вошли в салон причинах происшествия сейчас разбираются сотрудники госавтоинспекции это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я кристина риянс увидимся в следующем году проведите предстоящие праздники без происшествий в следующем году проведите предстоящие праздники без происшествий